вот остатки жеребенка то что осталось от него все истоптано вот мы в Лайкских горах снова добрались с горы едем по горным дорогам будем искать волков которые убили жеребенка и нет за неделю 2 жеребенка или за 5 дней за 5 дней за 5 дней 2 жеребенка убили сейчас посмотрим что у нас получится дороги такие не будем отвлекаться едем раз-два-три-четыре в общем они что-то жрут там и две штуки слева но эти крупнее едва да едва такта а 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 Что он ищет? Ещё, ещё Мы же к лошадиным спуститься не можем, там ферма какая-то ждать Нежно На машине На машине, пешком можем Пешком можем, да Ветер какой болел Второй тоже пошёл Нюхает кот Нюхает кот, нюхает 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 Тот вообще на свой покор пошёл Не двигайся, братец, не двигайся Не двигайся Нюхает Голос Нюхает 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 Продолжение следует... 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 спину на шею отсюда наверно выйдет вот народ обрадуется сейчас любитель конина уже больше конину точно не будет кушать сколько в нем это дает и ухода не ничего себе старый старая рама такое попадание и вот такой интересный темный красивый очень густой да 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 исхудал из-за этой раны видимо красивый волк нормально ты запачкался еще другая сторона нет ничего который вода не отмывает да я стрелял вон с тобой бугра там там его зацепил чуть откуда он здесь поднялся я не знаю так под кустами где-то а вон же под камнями это вон туда расстояние 320-350 метров несколько усталов взял я вот такой очередной трофей любитель конина любитель конина все конину больше кушать он не будет вот что творят волки постоянно что ли здесь это нападение вон за деревьями попробую показать да в прошлый раз светлая была сейчас темная корова постоянно место нападения сколько грифов тут грифы как ты говорил еще а вот он поднялся на черные цепи черные цепи черные цепи наелись забегает на гору за гору набегает оттуда стартует от обрыва осторожно не знали ничего там интересного не будет я не знаю смотрю что порабачить летом порабачить кто ты веду велиолку где на речке это земля Олег не скала где ты стоишь это земля не скала сейчас подожди покрепче место хочу найти не отсюда отсюда не видно и за льда и за льда вытаскиваем и за льда так понюхала пошла что ли где грифы что ли так шумят ждут мы пока домой поедем ну не будем им мешать вот кто настоящий санитарий а не волки итак друзья подведем итоги нашей охоты в горах Лакского района что у нас было охота как обычно начинается со звонка фермеров было нападение убили же ребенка выехали на место смотрим осмотрелись вдалеке увидели стаю под фермой они уже что-то кушали то есть они отзывались но не шли и с другой стороны увидели еще два волка два волка они были очень крупные по размеру отличались эти волки тоже отвечали но не шли но волки вавлены поэтому они так и не подходили много видимо вавили их попытались объехать подойти поближе как-то подманить парочку пытались пока мы круг давали достаточно большой круг около 15 километров нет 15 не будет но 10 точно волки исчезли начали подзывать стаю в стае пришел один волк очень так сложно было его поймать склон был крутой он мельком не знал откуда выйдешь ветер сверху вниз дул на него получается он поймал ветер запах и убежал вниз круговую побежал за ним пробежался хорошенечко где он выходил на выходе его два-три выстрела успел сделать зацепил ушел опять в глубокую балку исчез потом мы его увидели на дальнем склоне поиск ближай ближай на дальнем уже должен был попасть и добрал там 346 метров было когда замерил до первого выстрела Потом уже по склону в бок шел, пару выстрелов и добрал. Попал в него. А сейчас мы едем на другую охоту. Не забывайте подписываться, будут еще интересные ролики.